Как сделать городскую среду комфортнее? Какие дома нуждаются в ремонте? А где требуется благоустройство двора? Эти и другие вопросы обсудили представители власти и общественных организаций. Встречи за чашкой чая давно стали доброй традицией. Общение в неформальной обстановке располагает к доверию. Диалог с властью помогает общему делу – сделать комфортнее жизнь люберчан. Эти же цели у федерального проекта «Городская среда», который успешно реализуется в Подмосковье. С доклада о его реализации и начал встречу региональный координатор проекта, депутат Московской областной думы Игорь Каханый. До 2017 года мы еще и стали чуть больше и дворовых территорий делать, так и плюс мы еще стали обустраивать наши общественные пространства. У нас от 1300 до 1400 дворовых территорий ежегодно благоустраиваются в Подмосковье. Федеральный партийный проект «Городская среда» стал продолжением губернаторской программы, в рамках которой коммунальные службы должны приводить в порядок не менее 10% дворовых территорий. И тут главное, чтобы власть знала, на какие дворы, дома и территории, нужно обратить внимание. «Должна быть на территории обратная связь. Есть администрация, есть депутаты и жители. И вот в этом сообществе, если мы что-то делаем, неважно, двор, подъезд, капитальный ремонт, парк, мы должны найти общий язык, чтобы это было лучше. Потому что деньги, которые выделил Совет депутатов, мы должны их правильно использовать. Мало того, что правильно использовать, нужен постоянный контроль». Участники встречи вопросы задавали наперебой, ведь их и пригласили, чтобы выслушать проблемы. Представители администрации и депутаты внимательно слушали, держали ответ или записывали обращения. И именно из них состоит план работы на ближайшее будущее. «Я проживаю в районе ЖК «Самолет». Это очень новый, хороший, стильный район, благоустроенный район, в котором живут жители, в основном молодые семьи, с детьми живут. И есть, естественно, ряд проблем, с которыми жители сталкиваются. И одна из таких существенных для жителей этого микрорайона проблем – это проблема отсутствия зоны отдыха». «Мы пришли с разными вопросами, как вопросами благоустройства, так и вопросами транспортной, инфраструктуры и освещения. То есть вопросы разноплановые. По вопросу реакции хотелось, чтобы было больше содействия, чтобы прислушиваться к народу». Мнение жителей как раз и есть отправная точка в реализации проекта «Городская среда». В планах на этот год – благоустройство 38 дворовых территорий, строительство пяти детских площадок, очистка Малаховского озера и зоны отдыха в парке Лапса. Все это будет выполнено в полном объеме и в срок, уверен региональный координатор проекта Игорь Каханый. Виталия Куликова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.